Леш, хотелось бы, чтобы ты оценил свое сегодняшнее выступление. Конечно, всю жизнь были, и они играют во мне, кипит во мне. Я, может быть, как-то головой понимаю, а сердцем не могу принять такой результат. Все-таки, конечно, мне хотелось бы дойти до Камиля. И все-таки Венгар был по зубам. Немножко не хватило. Может быть, как-то... Даже, не знаю, может быть, поздно начал тренироваться. И понимаю, что нужно все-таки больше и больше. И немножко гнал себя и на тренировках в том числе, и не давал себе отдохнуть. И очень много боев проводил. То есть, немножко гнал. Причем и Баур, и весь тренерский состав, кто работал с нами сейчас на этом сборе. Все прекрасно понимали, что, может быть, многовато. И меня немножко останавливали. Но все-таки, вот, мои внутренние амбиции... Тут тоже немножко еще не выполнял установки тренера. То, что он говорил и подсказывал, как более-менее экономично фехтовать и так далее. Но, в принципе, я... Так, чтобы я там расстроен и посыпаю голову пиплом, мне все-таки удалось выиграть. Первый бой, пусть он не самый сильный был, иранец. Но весь мир фехтует сейчас. Иранцы в том числе. Сильного корейца. Очень сильно переживал при этом бою. Просто немного не хватило. Еще и плюс ко всему жары, которая здесь была. И все-таки немножко меня тоже подкосила эта жара. И сделал для себя вывод, что сегодня выиграет турнир тот, кто готов именно к этому турниру. А не тот, кто на протяжении всего сезона показывает стабильный результат. Но я, в свою очередь, очень так позитивно смотрю в будущее. Я думаю, что Европа и мир должны принести хороший результат. Я сейчас говорю не только о себе, а говорю о ребятах. Потому что и Николай, и Веня, и Камиль, в принципе, каждый из нас достоин хорошего результата для Европы на мире. Как следствие выступления на Олимпийских играх. Может быть, это кого-то немножко угнетает. По крайней мере, меня точно нет. Я, в общем-то, спокоен. Спокоен, отчасти уверен. И всем нашим ребятам желаю честного отбора, удачи. Всегда их любил и уважал. И мне большое удовольствие получаю от того, когда я фиктуюсь с ними в команде. Особенно, когда выигрываю. И, конечно, мне очень жаль, что нет командных соревнований. Потому что у нас очень сильная команда. И я посмотрел уровень других стран, нисколько их не принадлежая. Но все-таки команда наша. Мало того, что мы сильнее обучени, так мы еще и духом сильнее. И очень жаль, что нет командных соревнований на Олимпиаде. Хорошо. Ты знаешь, отличный совершенно твой ответ. И можно было бы этим закончить. Но все-таки мне хотелось бы немножко копнуть, так скажем, в глубину. Ты чувствуешь, что... Вот особенность какой-то этого сезона, да? Все-таки вы первый раз попали в такую ситуацию, что отбор идет по личным, ну, только личные, да, будут у вас соревнования. И все-таки эта конкуренция друг между другом чувствуется? Это какая-то конкуренция внутри или еще пока нет? И второй вопрос сразу в стык, да? Как ты думаешь, чтобы пройти месяц от сезона и прийти к Олимпийским играм в нормальном состоянии, боевом, да, что будет главное? Ну, начну со второго, что отобраться на Олимпиаду и проиграть – это ничто. То есть, если мы отбираемся, и каждый из нас, то он отбирается до того, чтобы там выигрывать. Такую, пройти такую мясорубку и там проиграть, просто потому что я выступал на Олимпиаде, это, конечно, ну, как бы, ну, просто неответно, да, просто неправильно. Пройти такую коренцию и потом проиграть. Это во-первых. Во-вторых, что касаемо меня, я абсолютно свободен. Я в последнее время наслаждаюсь своим любимым делом. То есть до этого мне было тяжело, я там переживал, страдал, там. Сейчас я свободен более-менее, то есть я хочу получать просто удовольствие. Даже сегодня я получил удовольствие от боя с корейцем. Понимая, что реально это сильный кореец, как, в общем-то, и все оставшиеся 15, потому что они все одинаковые, да, вот. Но я получил удовольствие в том, что я нашел к нему ключ, все правильно, я услышал, что нужно сделать, разобрался в себе, в тактике. Вот, поэтому я позитивные моменты тоже для себя беру. Как будет с этим отбором, как будет, так и будет. Вот, и я, в общем, счастлив в том, что, в общем-то, мне удастся пофехтовать и проверить и себя, и проверить и ребят, в том числе, тоже какие-то так пощупать, на что они способны. Поэтому я всем желаю нам удачи. И, опять же, отбираемся, значит, едем, за всех за нас выигрываем. Спасибо большое.